Привет, друзья! Сегодня хочу затронуть не просто интересную, а по-настоящему загадочную и головокружительную тему. Вы когда-нибудь задумывались о том, как ведет себя энтропия в параллельных вселенных? Что если законы термодинамики могут меняться в других мирах? Давайте разбираться. Энтропия. Что это такое? Начнем с того, что энтропия – это не что иное, как мера беспорядка в системе. Ее можно представить как некий космический хаос, стремящийся к увеличению. Согласно второму закону термодинамики, энтропия вселенной всегда возрастает, а со временем это приведет к ее неминуемой тепловой смерти, состоянию, в котором все процессы остановятся. И энергия не будет передаваться. Но это всего лишь наша вселенная, а что если рядом существуют параллельные миры со своими уникальными физическими законами, здесь самое интересное, как энтропия работает в них. Концепции энтропии в параллельных вселенных. Вселенная с низкой энтропией. Представьте, что где-то существует вселенная, в которой энтропия не возрастает, а наоборот уменьшается. Это мир, где процессы могут реверсироваться, вещи упорядочиваются, хаотичные системы спонтанно возвращаются в стабильное упорядоченное состояние. Там, где мы видим рассыпанные пазлы, другие цивилизации могут наблюдать, как они собираются сами собой. Как насчет времени, которое идет назад? В такой вселенной, любые процессы, кажущиеся для нас естественными, испарение воды, разрушение зданий, могут происходить в обратном порядке. Энтропия не константа. В другой возможной параллельной вселенной энтропия может флуктуировать. Представляете мир, где состояние беспорядка не неизбежно нарастает, а изменяется периодически. Там все системы могут чередоваться, от полного хаоса до идеального порядка. Такое место было бы крайне удивительно с точки зрения нашего физического мышления, ведь процессы имели бы второе дыхание, возможно бесконечные циклы разрушения и созидания. Что для нас с вами кажется немыслимым? Стабильно высокая энтропия. А теперь представьте мир, в котором энтропия уже достигла своего максимума. Это вселенная, в которой хаос повсеместен. Энергия больше не может передаваться, все процессы остановились. Видели когда-нибудь дома, полностью разрушенные временем? Представьте всю вселенную, состоящую только из таких мертвых фрагментов материи. Звезды давно погасли, планеты распались, и ничто больше не движется. Жутковато, правда? Связные энтропийные потоки. Еще один сценарий, который мне нравится представлять, это связные энтропийные системы напротив друг друга. Что если соседние параллельные вселенные взаимно влияют друг на друга? В одной вселенной энтропия возрастает, а в другой, наоборот, уменьшается. Но энергетический транзит между ними остается сбалансированным. Подобное взаимодействие могло бы создать необычные зоны перехода, где законы физики буквально искривляются. Теории и гипотезы. Несколько известных научных теорий намекают на возможное существование параллельных миров и различных энтропийных сценариев. Мультивселенная. В рамках этой гипотезы существует бесконечное количество вселенных с разными физическими законами, в том числе различной энтропией. Некоторые миры могли бы быть похожи на наш собственный, а другие – абсолютно чуждые. Квантовая теория. Согласно интерпретации Эверетта, каждая квантовая альтернатива создает свою вселенную. В каждой из них энтропия могла бы развиваться по-своему. Что это значит для нас? Если энтропийные разные вселенные действительно существуют, это открывает перед человечеством невероятные перспективы. Представьте, что путешествие в определенные квантовые миры могло бы оказаться возможным способом отматывания времени или искривления энергетического потока в нашу пользу. Может быть, где-то там есть вселенная с нулевой энтропией, где время остается неподвижным, и случайности вовсе не случайны. Итак, друзья, энтропия в параллельных вселенных – это не просто головоломка, а настоящая загадка вселенной, которую мы с вами только начинаем разгадывать. А что вы думаете об этом великом хаосе и порядке? Оставляйте комментарии и делитесь своими теориями.